Ахаха 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 Снова всем привет С вами снова LAKMUS и я продолжаю, вернее завершаю свое второе прохождение игры The Elder Scrolls 3 Morrowind Между записью эпизодов я Смотался в Балмору, выложил там все барахло, которое скопилось у нас здесь в поместье в Гостриче. И сегодня мы завершим некоторые дела, связанные с квестами. Но начну я, пожалуй, с того, что завалю вот этого короля. Задержался он на этом свете. Дело в том, что я между записью также купил новые заклинания. Здесь тройной эффект вызова Дримора на 20 секунд. И Святоша на 30 секунд. Дело в том, что вот у этого хеллсета, я посмотрел, у него есть колечко получитерское. С эффектом отражения 100% и уязвимости к... Вернее, иммунитета к параличу тоже 100%. То есть это фактически сводит на нет все мои магические атаки. Поэтому мне придется бить его исключительно призванными существами. Кроме того, в этом кольце имеется эффект восстановления здоровья. Всего 10 пунктов, но тем не менее, если долго не наносить ему урона, он восстановит свое здоровье. И как бы, так сказать, ничего у нас не получится. Бьет он мощным мечом, дайдрической дайкатаной. Сам он 35-го уровня. Поэтому я поступлю следующим образом. Мы применим здесь жабу. Очаруем его и постараемся спровоцировать на нападение. Жаба нужна для того, чтобы сразу подпрыгнуть и запрыгнуть на вот этот престол. Навык красноречия у меня не очень развит. Поэтому, возможно, это займет некоторое время. Как, собственно, и сам процесс битвы тоже довольно длительный. Потому что, даже с учетом всех вот этих призванных монстров, он умирать не хочет. Я уже просто вне записи попробовал, чтобы не фейлить лишний раз. И выяснил, что это довольно-таки сложно сделать. Завалить его. То есть, не понизить силу, не парализовать мы его не можем. И поэтому в ближнем бою нам ничего не светит. Можно было, конечно, повысить удачу, как я это иногда делал. Но Это ничего не дает, потому что атаковать его все равно не могу. Итак, мы призываем сначала Трех Дримор. Но здесь шанс не стопроцентный, поэтому Затем Дримору одного И парочку свитош. И, в принципе, вся эта толпа Завалит его минут за 10. Мы будем их, конечно, обновлять По мере того, как они будут умирать или Исчезать Обратно. Так Светоша Слишком надолго вызывать Монстров я Не захотел, потому что Долго они все равно не живут А вот Урон они в толпе наносят гораздо больше Проще Гораздо их вот так вот обновлять Такая тактика эффективнее Так Единственное, нужно следить, чтобы обновлять именно тех, которые Дохнут Они всех подряд Видим, что он все заклинания отражает Которые против него применяются В оружии Светоши Удар молнии И у него стопроцентное отражение Так Это у нас Вот этот вот Светоша Была у меня Мысль подличивать их Периодически, но их слишком много И в принципе Гораздо проще Призывать новых Как я уже сказал Также я постараюсь сегодня закрыть Некоторые подвисшие квесты Возможно, эта серия будет Длительной Я не включил таймер Сознательно Хотелось бы мне закончить все-таки все дела И не размазывать все это действие на пару серий 70 эпизодов Мне кажется Как раз будет Для ровного счета достаточно Так Примечается быстро Мана, конечно же Отлично Довольно быстро Они его завалили Появилось, конечно, сообщение О том, что это сюжетный персонаж Но Мы это переживем Манте Ахиллсета И вот оно Читерское колечко Отражение Сопротивление магии 100% Кстати Сопротивление параличу Восстановить здоровье И Восстановление запаса сил Мы его заберем Ну и Дайкатана Дайдрическая Как-то вот так В Монхолде На этом Я считаю Наши дела закончены Практически закончены И мы отправляемся В Балмору Я уже наложил там пометку Здесь я выложил Разные предметы В частности Вот эти вот Перетащил Разное барахло Что здесь у нас еще Давайте заглянем В наш Зал с манекенами Я поставил Манекен Имперской стражи Также Манекен руки И выложил здесь Эбонитовую саблю Дополнил До конца Манекен Эбонитовых доспехов А вот Доспехи Альмалексии Оказалось Они Довольно глючные Поэтому я не стал Выставлять Такой манекен Дело в том Что там Наплечник Один из наплечников Занимает слот По моему Левой ноги И Наряженный манекен Выглядит Как будто у него Ногу отрезали От колена И ниже Поэтому Смотрится это не очень красиво И я не стал Выставлять этот манекен Также вот я забрал Заказанный В одной из предыдущих серий Адамантиновый шлем Поставил его Ну и Наплечник Вот у нас Неполный К сожалению Комплект Деэдрических доспехов Не смог я собрать Я особо не задавался Такой цели Здесь я выложил Кольцо Борелзара И Ожерелье Хилсета А вот здесь Я пожалуй Выложил Читовское колечко Мне оно без нужды Оно больше подходит Конечно для воина Воин это Незаменимый артефакт Хотя я не знаю Куда с ним можно пойти Уже теперь нам В общем то Также здесь Вот есть Некоторые другие Предметы Если кто забыл Вот этот шлем Это Так сказать Память о битве В Шиши На начальных Этапах игры Ну это просто Эндерильский шлем Это естественно Артефакт Клавикуса Вайла Шлем Мулус Камары По ходу прохождения Квестов Имперского Культа Нам выдали Кстати в Имперском Культе мы Не получили Повышения Не помню Говорил я или нет Но у нас здесь Вот Не хватает навыка Ближайший навык У нас колдовство Необходимый 70 Давайте посмотрим У нас колдовство 62 Но Есть Мастер Качающий Колдовство До 100 Он располагается В Альдруне В храме Но мы сейчас Отправимся не туда Дело в том Что давайте посмотрим В нашем дневнике Есть подвисшие Задания В частности Ну Остров на севере Это направление Наше На остров Солтхейм Преступник Фьол Этот квест Закрывается Скорее всего В местном форте Имперского легиона Так Прибыть к Каокосадусу Вот и пропавшей шкуры А чтобы Закрыть вот этот квест Нам нужно отправиться В Телярум Чуть позже А вот к Каокосадусу Мы можем попробовать Зайти Возможно Этот квест Закроется Здесь вот у меня Выложены Направления Которые нам дали В самом начале игры Давайте попробуем Закрыть этот квест Чтоб он не висел Так Каокосадус у нас Естественно живет На той стороне Города Я думаю Все это прекрасно знают И без меня По квесту Предлагается Его искать Через таверну Южная стена Но мы пойдем Сразу Не будем Долго его спрашивать Давайте сохранимся Чтоб он Навесил нам Новых Квестов Лишних Так Вы говорите Что вас зовут Лакмус И вам Велели Доложиться И доставить Мне пакет Отдадим ему пакет И он Предлагает Нам вступить В клинки Давайте Согласимся И посмотрим На Квест 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 не закрылся Похоже у меня Отличная компания Отлично Мы закрыли Этот квест Хотя конечно Он Думает Что мы будем Ему служить Но он Здесь ошибается Следующий Незакрытый Квест У нас В Форте Поэтому я Применю Здесь Божественное Вмешательство Мы попробуем Поговорить С местным Капитаном Стражем По имени Лариус Вар По идее Он дает Квест На вот этого Фьола Но Может так Случиться Что нам Придется Выполнить Еще один Его квест Так Про Фьола Он Похоже Ничего Не знает А вот Про работу Он Может Нам Рассказать Ну Он Здесь Рассказывает Историю Про Плохих Судей Про Коррупцию В органах Все это Зачитывать Я сейчас Не буду И предлагает Нам Устроить Кровавую Баню Для плохих Людей Пять Членов Камоны Тонг Они Злодеи Предлагает Нам Их Искать Через Гильдию Воров Но Я уже Знаю Где Они Находятся Поэтому Мы Пойдем Напрямую Они Стоят В клубе Совета Все эти Пять Злодеев И Собственно Это Все Кто Там Стоят Кроме Бармена Нам Нужно Их Завалить Возможно После Этого Он Закроет Нам Квест С Фиолом Вот Она У нас Южная Стена А Вернее Клуб Совета Что Я Гоню Начнем По порядку Вот С Этого Типа Давайте Восстановим Запас Сил Сохранимся Так Очаруем Его И Естественно Будем Оскорблять До потери Сознания Можно было И не очаровать В принципе У него и так Неплохое Отношение Ну Вот Он Согрелся Так И теперь Нам Нужно Его Парализовать Естественно Иначе В ближнем Бою Нам Здесь Ничего Не Светит У У У У У У У У Шашаева На 15 Секунд Я думаю Нам Этого Хватит Вполне Так И Мы Атакуем Его Холодом Наверное В общем То Вот так Здесь На нас Никто Не Агрится Это Замечательно Что У Него Есть Ну Помимо Наших Денег Или Ни Наших Не знаю Брать Здесь Особо Ничего Молотки Эти Мне Не Нужны Идем Дальше Следующий Клиент Так Посмотрим Что у Меня Здесь Заклинание Шок В принципе Неплохо Приготовлю Тогда Колечко И поговорим С этим Тоже Тоже Оскорбляем Отлично. Так, он отразил магию. А вот здесь вот не очень хорошо получилось. Давайте-ка мы призовем наших помощников. Они саграют почему-то все. Я думаю, что три дриморы с ними разберутся без проблем. Не должно быть здесь никаких препятствий. Четыре дриморы против каких-то трех нищебродов. Камона Тонг доблестная. Конечно, не решает. Так, ну здесь мы можем забрать золотишко. Ключ квестовый, нам он не нужен. Ну и одежку я, пожалуй, тоже заберу. Чего добру пропадать. Так, здесь ничего интересного. Ну и здесь, собственно говоря, тоже нищебродство. Есть еще один. Пятый персонаж. Вот она. Так, давайте также приготовим колечко. поговорим с ним. Ну, здесь все попроще. Отлично. Здесь у нее отмычки, тоже они мне не нужны. Я их собирать не буду. Так, наденем наше стандартное колечко и применим вмешательство. божественное. Неплохо было бы, кстати, пополнить ману. Где-то здесь должен быть алтарь имперского культа, насколько я знаю. Вот он. Так, и идем к Клариусу, который варра. Так, он дал нам кольцо окружения в качестве награды и книжку биографии королевы волчицы. Давайте посмотрим. Книжка должна быть обучающая. Да, красноречие нам повысили. Так, ну кольцо окружения с эффектом хамелеона, с уникальной моделью, в принципе, 20-30%, это неплохо. в сочетании с амулетом теней нашим. Где он? Где мой амулет теней? Амулет вас врата? Неужели я выложил его? Ну-ка. Что-то я гоню. Амулет теней. А, вот он. Он просто уникальный. В общем, в сочетании с этим амулетом мы можем получить стопроцентный хамелеон. Ну, давайте с ним поговорим еще раз. Я надеюсь, что все-таки Фьола он нам зачтет. От сволочи. Почему-то... Почему-то не хочет он... Да, ну, насколько я знаю, этот квест дает именно он. И поэтому, видимо, он пока что у нас подвиснет. Но мы можем закрыть зато квест вот этот вот со шкурами. Значит, нам нужно за наградой обратиться к стентусу Тулиусу в Телерун. Туда проще всего отправиться транспортом. Я, честно говоря, не знаю, почему у меня не получилось закрыть квест с Фьолом. Может быть, кто прокомментирует в комментариях к ролику расскажет, в чем я ошибся. Так. Прежде чем мы отправимся в Телерун, я, пожалуй, наведаюсь в Альдрун. Там мы повысим навык колдовство и получим очередной ранг в имперском культе. Может быть, нам дадут какую-нибудь даже награду. Поправляемся в Альдрун. В храме там должен быть учитель, который качает навык колдовство до сотни. Погодка радует. Вообще радует. Даже, честно говоря, удивительно. Что-то с дальностью прорисовки у меня, видимо, случилось. Что я вижу так далеко и нет ни пепельной бури, никакой, ни тумана, ничего. Не знаю, я ничего не настраивал так оно, видимо, само. Давайте искать этого учителя. Это не он. Тоже не он. И это не он. Видимо, внизу стоит. Здесь я, конечно, ничего не напутал. Вот это он, походу. А, вот так вот. Обломитесь называется. Это очень-очень плохо. Я надеялся, что мы все-таки получим очередной ранг. В принципе, ради такого случая я могу и вступить в имперский культ. Где это можно сделать? У меня. Проходить я, конечно, этого не буду, ничего. Но принимать, видимо, они меня не хотят. Присоединиться к храму с Тульсом Валеном. Блин, да что ж такое? Что за бюрократия? Что еще за Тульс Вален? Вот этот, походу. Вступим в храм, хрен с ним. Может быть, нас все-таки научат колдовству. Я очень надеюсь. Вот сволочь такая. Ну что ж, придется нам ходить, значит, без повышения. К сожалению. Вообще, это, конечно, стыд и позор. Для такого крутого мала, как наш персонаж, не получить очередное повышение из-за какого-то вшего колдовства. Это фейл. Но давайте все-таки попытаемся закрыть последний квест. Так, Телерун, Телерун. Вспомним. Немножко освежим в памяти, где это. Вот, Телерун. Вот он. Ну, здесь через Садритмора проще всего. Так, утих! Что-то здесь нас совсем не любят. Несмотря на то, что мы герой, можно сказать, Красной Горы и Освободитель Морнхолда, но это не имеет значения для большинства персонажей, к большому счету. Добрый день. Вообще, вот, мне интересно было бы посмотреть на то, что будет с Морнхолдом после того, как мы завалили короля. По идее, там должны начаться беспорядки, делешь власти и прочие веселые вещи. Я бы даже поучаствовал в этом, честно говоря. Ну, в игровом смысле, конечно. Было бы прикольно возвести на трон какого-нибудь марионеточного лидера ну и получать, естественно, профит. облагать налогом разной организации, торговцев. Это целая... целый новый сюжет можно было запилить. Это мои рассуждения. Просто так, чтобы заполнить паузу. так, напрямую нас не хотят везти. Давайте через Тель-Мору. Тель-Ару. Я уже забыл, честно говоря, как там зовут этого типа. Стентус Тулиус. Судя по имени, это имперец. Давайте посмотрим. Через подземелье пройдем. Вот лишь бы все вот такие проходы делали в доме Тел-Вани было бы гораздо проще перемещаться. Так, ну и что, куда это мы вышли? Вот он, собственно говоря, Тель-Арун. И нам нужно искать здесь некого имперца. Я даже не знаю. Спросить у кого-нибудь, что ли? Кроме стражников никого я не вижу. Он ничего не знает по этому поводу. Значит, будем искать вслепую какой-то аптекарь. Вход в башню. В башню нам не надо. Да, и это тоже не то. Где же этот Стентус Тулиус тогда? Вряд ли он в башне, честно говоря. Я очень сомневаюсь в этом. Хотя... Опа. Это что такое? А вот он, собственно говоря, прячется. Давайте с ним поговорим про шкуры. Ах, да. Мой сын рассказал мне, как вы помогли ему с тем делом. Очень мило с вашей стороны. Я знаю, что этим вы сэкономили мне кучу денег. А вот возьмите это в качестве награды. Еще раз спасибо вам, мой друг. 200 золотых. Сраные. За эти 200 золотых можно было, конечно... Да что там, собственно говоря, давайте его накажем. Меня это бесит, когда вот такой квест подвисший через всю игру и награда какие-то сраные 200 золотых. Для нашего крутого мага Толваня это просто-таки оскорбление. Ну, какой-то смылся, сволочь. Видимо, чувствует, что накосячил. Где вот он? Зараза. Так, мне не хватало еще застрять, блин, здесь. Что-то я как-то разозлился не на шутку. Не, он смылся. Вы посмотрите, что. Почуял неладное, сволочь, и свалил. Блин. Просто какой-то неудачный день сегодня. Ну, ладно. Пусть живет. В общем-то, на этом, наверное, я завершу серию и завершу, собственно говоря, второе прохождение. и будет пауза по Моровинду. Может быть, потом я вернусь к этим роликам и будет какой-нибудь либо дополнительные квесты, дополнительные фракции, либо вообще все заново. Не знаю. Пока еще я... Вот он, сволочь, идет. Вылез. Как чует. Ну, на этом мы с Моровиндом пока что прощаемся. Спасибо всем за внимание. Всем пока.